В эти минуты молодые исполнители со всей страны сражаются за место в финале национального отбора на Славянский базар. Витебские прослушивания на 30-й международный конкурс проходят в режиме концерта. Всего на сцене Молодежного театра эстрады сегодня споют 32 артиста от 18 до 30 лет. Это победители отборочных туров в своих регионах. Многие исполняют не просто славянские хиты, а премьерные песни, написанные специально к отбору. Готова представить свою новую авторскую песню «Крики сердец». Эта песня включает в себя все. От высоких нот до драматургии, до смысла. Я вновь буду петь песню, написанную специально для меня, моей тетей, композитором Республики Беларусь Алиной Безинсуон. Песня «Ради мира». И я своим образом несу, наверное, мать-землю, мир во всем мире. Очень много новых лиц на этом славянском базаре, но я верю в свои шансы. Впереди у конкурсантов исполнение мировых хитов. Прослушивание впервые проходит не в видеоформате. Десятку финалистов определяет экспертная группа. Это представители Минкульта и Академии искусств, певцы театра эстрады и народные артисты Беларуси. В принципе, артист, придя на эстраду, это же не однодневный какой-то, скажем так, продукт. Это что-то вот, исполнитель, который должен задержаться на долгие годы, чем-то зацепить публику, к себе привлечь. Ну и это, я считаю, комплекс. Это и владение голосом, это и сам тембр. Внутренний багаж, то, что человек приобрел в процессе становления себя как человека, как личности и как музыканта. Потому что, выходя на сцену, мы же должны чем-то делиться. Имена финалистов национального отбора объявят ближе к вечеру. Сам же главный этап, где назовут представителей Беларуси на юбилейном конкурсе исполнителя эстрадной песни «Витебск», пройдет в марте. Далее спортивный обзор.